Всем большой привет! Вновь на канале Семена Партнер Виталий Декабрёв. И сегодня посею бахчевые культуры и огурчики для выращивания в открытом грунте. Примерно в 20-х числах апреля я начинаю сеять бахчевые культуры. Тыквы, кабачки, цукини и огурцы для открытого грунта. Хороший возраст рассады этих культур 25 дней. Плюс прибавляем 5 дней на всхожесть. Получается, что к концу мая, когда погода установится, высадим их в открытый грунт. Но желательно под укрывной материал. И также сейчас можно посеять на рассаду арбузы и дыни. Я в открытом грунте ни арбузы, ни дыни, к сожалению, не выращиваю. Почва не совсем подходящая. У меня такой тяжелый чернозем. А эти культуры предпочитают супесчаный грунт. Да и к тому же, сейчас пока не хватает места. Но думаю, в будущем обязательно буду выращивать и арбузы и дыни в открытом грунте. С посевами, с одной стороны, все просто, но есть свои нюансы. Посеять бахчевые культуры можно в традиционные вот такие стаканы с выдвижным дном объемом 400 миллилитров. Но, друзья мои, все-таки я замечаю, что если посевы произвести, да и выращивать рассаду вот в таких стаканах литровых, то рассада получается гораздо лучше. И урожайность потом меня очень радует. А еще, конечно, не пожалейте и приготовьте хороший грунт. Ну, казалось бы, сейчас уже можно взять грунт с огорода и туда произвести посевы. Но, друзья, все-таки мы с этим грунтом можем занести и вредители, и болезни. Поэтому лучше всего воспользоваться покупным грунтом. В последнее время я начал использовать грунт вот в таких почвобрикетах. Мне очень понравилось. Вот, смотрите, из такого вот кирпичика получается 10 литров грунта. Как удобно такие почвобрикеты доставлять из магазина. Не тяжело. Я очень надеюсь, что в ближайшем будущем и в интернет-магазине агрофирмы «Партнер» появятся вот такие грунты. Ведь за доставку нам не придется платить больших денег. Этот грунт из разной степени разложения торфов. Конечно же, этот грунт раскислен, у него нормальный pH, он очень рыхлый. И в него добавили еще хорошее качественное минеральное удобрение. Немного. А еще этот грунт прессуется при высоких температурах. И он стерильный, его не нужно обеззараживать. Но, конечно, без добавок не обойдется. Примерно 10-15% вермикулита я все же добавлю в этот грунт, чтобы он быстро не пересыхал. Ну и в идеале хорошо бы добавить циолит. Это природный источник кремния. За счет внесения такой добавки рассада меньше вытягивается. Она становится крепкой и здоровой. К тому же здесь еще присутствуют и другие микроэлементы. Примерно 5% циолита нужно унести. Больше ничего добавлять не буду. Грунт перемешиваю. Ну, конечно, постоянные зрители нашего канала знают, что на этом мои добавки не закончились. Прямо в стаканы, на дно, также буду кое-что добавлять. И, наверное, кто-то скажет, ну опять очень много всего, очень дорого. Да недорого, друзья. Ведь вот эту всю вкуснятину мы потом отправим в огород. И какое-то время вот эти все добавки также будут подкармливать наши растения. В итоге мы будем получать хороший урожай. Что же отправляю я на дно? Первое – это высококонцентрированный биогумус. Смотрите, всего лишь вот одну столовую ложку добавляю в стакан. Далее добавляю половину мерного колпачка натурального гранулированного удобрения. Оно специально создано для выращивания огурцов. Все эти удобрения от компании Organic Mix. И вы их можете приобрести в интернет-магазине Семена Партнер. Далее заполняю стаканы грунтом. Слегка уплотняю, не утрамбовываю, а именно уплотняю. Слегка смачиваю грунт водой. У меня грунт обеззараженный. Если вы используете обычный грунт, то, конечно, в воду лучше добавить биологический фунгицид. Вот я использую биозащиту от болезней, биокомплекс БТУ. Даже в таком грунте бактерии не будут лишними. И приступаю к посеву. Семена раскладываю по две штуки на всякий случай и плашмя. Так ростки лучше сбрасывают в семенную камеру. Присыпаю грунтом с таким расчетом, чтобы семена оказались на глубине 1 см. Слегка увлажняю из опрыскивателя. Друзья, сделал для вас подборочку шикарных культур. Начну с огурцов. Для открытого грунта выбрал все огурчики пчелопыляемые. Байконур, филичита, чечель, родничок, журавленок. Вот это все очень вкусные и урожайные огурчики. Это все гибриды. Очень понравилась мне тыква Orange Summer. Сейчас очень популярная именно вот такие порционные небольшие тыквы. Тыква очень урожайная, вкусная и сладкая. Самое главное, что много места она не занимает. Тыква Matilda, это тоже гибрид мускатной тыквы. У нее очень вкусная, ароматная мякоть. А плоды вот такие грушевидные. Массой где-то 4-5 килограммов. Самый мой любимый кабачок, это кабачок Hyuga. Уже многие его успели вырастить. И уверен, что все остались довольны. Вот к нему присоединяется кабачок Cavilli, Iskander и Maestro. Из зеленоплодных кабачков Цукини я рекомендую вот этот вот сорт Нефрит. Перехожу к арбузам и дыням. Арбуз Айваз и арбуз Акмаль я просто настоятельно рекомендую всем любителям этой сладкой ягоды. Арбуз Айваз порадует вас 12-килограммовыми плодами. А вот Акмаль подходит для выращивания в парниках и теплицах. Это тоже, так сказать, порционный арбуз. И вес плодов его достигает 5-8 килограммов. Вот эти дыни я уже в прошлом сезоне выращивал в парнике. Остался очень доволен. Несмотря на то, что дыню Айкидо я срезал чуть раньше времени. То есть немножечко под коркой была зеленоватая мякоть. Тем не менее, дыня просто бомбическая, очень сладкая. Вес плодов и амины, и Айкидо достигает средних размеров до 2-2,5 килограммов. Друзья, не пожалейте ни времени, ни денег. И посадите на рассаду бухчевые культуры именно так. Вы удивитесь качеству вашей рассады и прибавке в урожайности. На сегодня у меня все. Вместе с вами работал Виталий Декабрев. И если видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал Семена Партнер в Ютьюбе. На нашу страницу в Инстаграм Семена Партнера. Также Агрофирма Партнер присутствует практически во всех социальных сетях. Заглядывайте в интернет-магазин Семена Партнер. Там много всего интересного. Ну и желаю здоровья вам и вашим растениям. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!